Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи будет представитель бюро вакцинации Инга Васильева. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Очередной, естественно, важный, как и все, что связано с вакцинацией, этап начинается или уже начался. Появились вот эти пункты и будут еще появляться в торговых центрах. Может быть, с этого и начнем, поскольку хотелось бы, конечно, мы об этом говорили в первой части, чтобы больше людей вакцинировались. И сейчас еще появляется больше таких вот возможностей, вариантов. Может быть, несколько слов об этом. Да. В пятницу мы начали вакцинацию в больших торговых центрах в Риге. А в трех центрах начали. Значит, это была галерея-центр, галерея Рига и Домина. С сегодняшнего дня к ним присоединяется торговый центр «Альфа», торговый центр «Акрополе». И также мы идем в регионы. Будут в торговых центрах в Лиепае, Сала и в торговом центре «Конзумс» в Мадонне. Эту сеть торговых центров мы будем расширять. И планируем, что, в принципе, до конца месяца откроются 25 таких вакцинационных пунктов в торговых центрах по всей Латвии. Могу рассказать, может быть, немножко, как проходило. Я знаю про первый день, потому что я сама была в нескольких этих пунктах. Очень большой интерес именно в галерее Рига. Не знаю, почему. Или сама локация, или место, или как. Сама локация, конечно, да. Да. Люди идут и по записи, и без записи, так как в торговые центры можно выбирать разные виды. Можно записывать через манновакции на ЛВ-8989 на конкретное время. Можно так, чтобы просто идти, как говорится, за покупкой и зайти и получить вакцину. В этих центрах вакцинируется как Янсен, это одноразовая вакцина, так и Pfizer, которая двухразовая вакцина. Вот такой, может быть, технический вопрос, так, чтобы людям было понятно. Я так понимаю, что в торговых центрах эти пункты, ну, в принципе, работают по такому же принципу, как и все вот эти пункты вакцинации, где раньше вакцинировались. То есть там есть и врач, который, так сказать, скажем, проводит такую первичную, скажем так, вот осмотр и беседу с пациентом. Все то же самое, да? Да. Процедура такая же, как и в больших вакционных центрах. Вы приходите, регистрируетесь с вами, вы заполняете анкету, с вами говорят, потом у вас идет сам факт, вакцинации, медицинский персонал это делает. И потом, конечно, обязательно 15 минут, когда вы проводите в этом пункте, то есть смотреть на реакцию организма, и потом уже можно идти уже по своим каждодневным делам. Если мы говорим о двухразовых вакцинах, ну, Pfizer в частности, значит ли это, что и вторую прививку может быть получить в торговых центрах, то есть они не будут потом закрываться, да? То есть какое-то время они еще поработают? Они будут работать довольно-таки долго, потому что мы понемножку, ну, как разворачиваем, курс, понемножку все-таки будем уходить от больших вакцинационных центров более уже таким, которые доступны каждому по своему каждодневным путям, по каждодневным маршрутам. Да, еще хотел спросить, это, может быть, помимо, может быть, торговых центров, вот мы знаем вот эту статистику, да, люди продолжают вакцинироваться, это очень хорошо, тем не менее, есть такие вот категории, в которых сейчас идет речь, возможно, даже о каком-то там обязательном там требовании вакцинироваться, те, кто общается вот с большим контингентом людей, ну, в частности, охват учителей еще не очень большой, не все, кстати, и медики привились, как мы констатировали, вот что с этим делать, если так можно сказать? Ну, опять-таки, это, скажем, вопрос политиков, вопрос, когда нет и министров, это не вопрос нас, как бюро, которое реализует сам процесс вакцинации, но, насколько я тоже вижу в такой публичной сфере, министр по здравоохранению все-таки говорит, что вакцинация в нашей стране, она должна быть бриопротега, как-то в данном случае. Добовольная. Да, добовольная. Да. Ну, конечно же, в то же самое время мы понимаем и видим, что медицина – это система, в которой люди больше всего подтверждены этой инфекцией. Но сейчас, на данный момент, там завакцинировано около 75% медперсонала различного, скажем, ранга. Но что касается учителей, да, на данный момент этот процент – 51%, и мы понимаем, что чтобы начать работу в сентябре, чтобы школу открыли, чтобы дети могли учиться, как говорится, по-старому, а не по-новому, в принципе, этот процент вакцинации среди педагогов должен быть куда более высок. Да. Что касается сеньоров, там пока чуть больше 40% привито. Ясно, что это недостаточно, особенно учитывая, что сеньоры были вот в одной из таких приоритетных групп еще с зимы, где можно было вакцинироваться. Конечно, разные есть причины, почему люди не вакцинировались. Думает ли бюро о том, как, не знаю, увеличить такую, не знаю, доступность для сеньоров? Я сейчас не говорю о каких-то бесплатных газетах или другой агитации, а именно как, может быть, все-таки больше вовлекать всех семейных врачей, которые хорошо знают своих пациентов, чтобы каждого обзвонили и так далее. Да, вы знаете, конечно, мы разрабатываем и уже реализуем разные тактики, чтобы по возможности охватить больше именно категории людей, начиная с 60 лет. Ну, например, уже на середине прошлой недели в Даугопилсе начали обзванивать всех сеньоров с возраста 60 плюс. То есть звонят конкретно человеку и с ним говорят, немножко мотивируют и уже конкретно записывают человека на конкретное время, чтобы получить вакцинацию. На данный момент из всех обзванных как-то обзвонов, да, тех, кого обзвонили, да. Да, люди, процент соглашения на факт вакцинации достигают только 10%. Люди думают, у людей, у сеньоров разные там свои доводы. У кого лето, у кого жара, у кого какие-то болезни, у кого семейный врач. Но мы все равно будем обзванивать пенсионеров таким способом. Второй способ, то, что вы говорили, это, конечно, семейные врачи. На данный момент Министерство здравоохранения разрабатывает эту модель, чтобы даже те семейные практики, которые не вакцинируют, чтобы они вошли в процесс мотивации и обзвона пенсионеров. Потому что мы знаем, что сеньоры в принципе они доверяют 90% своим семейным врачам. Что скажет врач, в основном то сеньор и делает. Но, как говорится, работа большая, нужно использовать все инструменты. Да. Есть же такие семейные врачи, которые настаивают совершенно на обратном ни в коем случае не вакцинироваться. Что это опасно или надо подождать и так далее. Но в целом, сколько я понимаю, ситуация, в общем-то, такая исключительно маркетинговая. Речь идет, как Инга сказала, 10% звонков приводят к вакцине. Это можно перевести на язык действительно продаж. 10% только холодных звонков, которые приводят к покупке. Это та самая воронка продаж пресловутая. Значит, надо мотивировать чем-то другим. Ровно неделю в нашем эфире вы, во-первых, сказали, что открываются точки вакцинации в торговых центрах. Спасибо. Обещание выполнено. И упомянули некие другие программы, в том числе некую финансовую мотивацию. Лотерея, все что угодно. Да-да-да-да. Розыгрыш, не знаю, последних айфонов, самсунгов и прочего. Как обстоят дела в разработке подобных мотиваций? Ну, вы знаете, все это еще в процессе. Это в процессе, конечно, это будет, опять-таки, только решение министра кабинетов. Если министр кабинетов решит, то, конечно, мы будем реализовать, но это на данный момент, я вам скажу такой прямой ответ, это все еще разрабатывается. Я думаю, что к началу июля уже будет более подробная информация, как это будет реализовываться. Но я еще хочу добавить еще одну вещь. На этих выходных мы также начали такую выездную вакцинацию именно на Гадатиргос. Ну, это на таких... Ярмарки, скажем так, можно перевести. На ярмарках, да. Эти ярмарки, было три выездных вакцинации в Айскраукле, в Таусе и в Губена, и четвертая была вчера в Ватсумнеке. И, кстати, результат очень хороший, то есть все зарезервированные вакцины, которые везлись в конкретное место, они были вакцинированы. То есть, опять-таки, доказывается тот эффект, что чем больше, не больше, а чем ближе к человеку, ему более удобно, и они, в принципе, даже принимают спонтанное решение. Опять-таки, на этих выездных вакцинациях в основном, ну, в 98% большой популярностью пользуется вакцина Янсен, это одноразовая вакцина. Ну, легко понять, в общем-то, я бы сам, если бы делал, то предпочел бы однофазную. Да, да, хотел спросить, подожду. Да, нет, Значит, может быть, еще, я не знаю, идея, не идея, может быть, и вам она пришла в голову, но у нас, вот если мы говорим о сеньорах, очень важно, они как принадлежащие все-таки группе риска, потому что понятно, что с возрастом человек приобретает те или иные заболевания, у многих хронические, конечно, их очень важно привить, но вот мы знаем, что сеньоры довольно активно, и это правильно, ходят по врачам, я так вот упрощенно говорю, вот ходят в разные медицинские центры, в поликлиники и за консультацией к специалистам, может быть, пытаться еще их мотивировать, когда они приходят на какие-то консультации, там, лечения, обследования, и сказать, что там, не знаю, предоставить какие-то определенные скидки на платные медицинские услуги, но чтобы люди понимали, что если ты хочешь всей полнотой медицинских услуг пользоваться, не знаю, массажем, МРТ, другими обследованиями, тебе лучше привиться, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих. Вот пришел в медицинское учреждение, ты не вакцинирован, вот сразу начинается прямо с регистратуры вот работа, вы вакцинированы, не вакцинированы, вот пройдите, пожалуйста, там, к врачу или к помощнику врача, так сказать, на консультацию перед тем, как пойти на обследование. Может быть, тоже такой вариант, чтобы человек, раз уж пришел в медицинское учреждение, чтобы он без вакцины не ушел. Спасибо за идею, я ее отмечу, но, знаете, опять-таки, тут проявляется та линия, которая очень сейчас активна тоже в публичной дискуссии, то есть равноправные права для людей вакцинированных и не вакцинированных. В какой ситуации получается дискриминация, в какой ситуации это не дискриминация. В принципе, дискуссия активна, я думаю, что на ближайшее время к какому-то такому рационального результата приведет, и мы очень хотим на это надеяться, потому что, правильно вы говорите, что именно сеньоры это самая большая категория риска. С июля мы начнем, то, что я еще хотела добавить, активную вакцинацию сеньоров 80+, именно по домам. Мы будем приезжать к людям на дом и делать вакцинацию дома, что тоже для определенного количества людей, пенсионеров очень важный факт. Да, это действительно так, но хочу отметить все-таки групп риска несколько, и не только сеньоры, но и как раз таки молодежь, которая более социально активна и, что называется, тусуется, и даже в последних дней мы видим, в общем-то, полиция делает рейды по разным местам, где собираются на машины, где десятки машин, звучит музыка, люди общаются, в общем-то, это фактор риска, я считаю. С нами Инга Васильева, представитель бюро вакцинации. Впереди праздники длинные. Наверняка вы даете себе отчет в определенном падении темпов и результатов вакцинации на этой неделе. Либо ведется какая-то превентивная работа, те же самые ярмарки, посвященные товарам Лига, пляжи учитываются, какие-то, не знаю, лауко, что называется, дополнительные точки будут открыты. Да, вы правильно отметили, впереди праздник и, знаете, еще впереди очень-очень жаркая неделя. То есть сам прогноз погоды тоже, он такой довольно-таки, как он у нас сейчас, оранжевый или красный, красный, тревоги, что тоже дает свои какие-то плоды, потому что по выездной вакцинации мы видели, что люди, конечно, приходят рано утром, чем ближе к 12, к часу, тем людей, конечно, уже нет. И правильно делать, потому что в такой горячей погоде нужно все-таки находиться дома и заботиться о себе. Да, темп на этой неделе он упадет, потому что не будут работать большие центры именно в сами праздники, что важный фактор, и это можно понять, потому что те люди, которые занимаются вакцинацией, в принципе, они тоже в какой-то, по крайней мере, в праздник хотят взять небольшую паузу. Что касается ярмарок, то основные ярмарки до Лига мы уже не были. В Риге, как мы знаем, больших ярмарок не будет проходить. Кстати, если мы говорим о Риге, то Рига тоже планирует такой интересный подход к вакцинации. На данный момент планируются выездные вакцинации, но они тоже начнутся после праздников. Например, в дворах больших окрестностей Риги, в Монти, в Плявниках, то есть будут специальные автобусы, которые будут предлагать вакцинирование тоже на месте. А каким образом жители спальных районов узнают о визите этих автобусов? Ну, это же не будет, как едет автобус и громко говорит «Эй, кто хочет, приходите на укол!» Ну, кстати, неплохая идея, но нет. Этим занимается сама Ришка. Нет, если, например, полицейские могут объявлять в мегафоны «Внимание! Вы там собрались ближе, чем можно, поэтому, пожалуйста, разойдитесь, нарушайте эпидемиологические требования». Почему тоже громкоговоритель действительно не объявлять о приезде такого автобуса вакцинации? Нет, нет, сами пути информирования люди, они будут более такими, скажем так, европейскими. Информация будет доступна и на всех электронных носителях, не носителях, а на всех электронных каналах будет доступна у всех жилых домов, в лифтах, около дверей, при входе в дом. Этим занимается сама Рижская дома, я думаю, что там будет хороший эффект и хорошая отыкчивость людей, мы очень надеемся, потому что нам это лето нужно использовать, нам нужно использовать эти три месяца до конца сентября, чтобы достигнуть по возможности этот обхват вакцинации. Вы сами, скорее всего, в своих новостях рассказывали о том, что на прошлой неделе мы потеряли тоже русско-пишущего автора Славу Се тоже от ковида. То есть на данный момент те жертвы, те люди, которые умирают, в принципе, они могли жить, если бы они получили вакцину, а доступ к вакцинам у нас совершенно свободен, можно выбрать в любое время себе удобное. Даже уже вакцину можно выбирать по большому счету. И даже можно выбрать вакцину не по большому счету, а так оно и есть. Поэтому мы очень-очень советуем людям в принципе сделать свой умный информированный выбор. Хорошо, огромное спасибо, Инга. С нами на связи была Инга Васильева, представитель Бюро вакцинации. И в завершении этой темы хочется отметить вот цитата тоже руководителя Восточной больницы. Параллельно нашим интервью он высказался в эфире программы ТВ-3 900 секунд в том смысле, что нельзя исключить новую волну COVID-19, поэтому необходимо надеяться на больший охват вакцинации. Что ж, посмотрим действительно как пойдут дела на этой праздничной неделе. Об этом мы наверняка с Ингой поговорим ровно через неделю. Подведем определенные итоги. Сейчас у нас очередная пауза, после которой в гостях опять же интерактивно на удалении будет Зайга Пуц и директор секретариата фонда интеграции общества. Мы поговорим с ней о двух проектах фонда интеграции. Это дружественно семья, место работы и специальные карты, которые называются «Латвийская почетная семья». Вот что дают эти карты узнаем буквально через несколько минут. «Латвийская почетная» К 놀�астр就 distribollen «Буржская почетная» Продолжение следует...